И с нами на связи Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Украины. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Да, приветствую. Добрый день. Ночной террор. Вот этой ночью Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. И вот, как заявили в силах обороны Юга, вот по Одессе и области россияне запустили 19 шахедов, 12 ракет-калибр и 2 сверхзвуковые ракеты «Оникс». И силам противовоздушной обороны удалось сбить все дроны, а также 11 калибров, но есть и попадания, в частности, при портовой инфраструктуре Одессы. Вот сейчас известно, что уже на этот момент есть один погибший. Существенные повреждения получил морской вокзал. Я сегодня видел ваше последнее интервью, в которых вы говорили о том, о каком-то, знаете, запредельном маневрировании российских ракет на территории Украины. Что это было сегодня ночью? Что за такое маневрирование? Ну, можно уже на телеграм-канале, который ведет группа у нас воздушных сил, посмотреть сообщения от начала атаки, даже не начала, а о предупреждениях о готовящейся атаке. И, собственно, маршрут следования без детализации, соответственно, ракет по областям. То есть направление приблизительно и призыв гражданам соблюдать все-таки все те рекомендации, которые говорят им и местные власти. И мы предупреждаем о том, чтобы как-то идти в укрытие или хотя бы соблюдать элементарные правила безопасности. Вот таким образом ракеты летели и в северном направлении, потом пошли на запад, потом круто развернулись, будучи уже в Дынецкой области. И по молдавской границе уже шли обратно в Одессу. Вот как входили с юга, так на юг и вернулись. Таким образом противник пытается все-таки запутать наши дежурные силы, которые несут 24 на 7 боевое дежурство в системе противовоздушной обороны. Ну и определенные свои задачи. Они приблизительно запускают ракеты по тех коридорах, по тех зонах, где, вероятно, знают слабые места, где нет систем, которые могут их уничтожать, имея в виду зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия. Но, несмотря ни на это, все-таки силы обороны с этими задачами справляются. Понятно, что не удается сбивать все типы воздушных целей. Сегодня, кстати, и летчики, истребители неплохо отработали по крылатым ракетам. Это уже отметил у себя на телеграм-канале командующий воздушных сил генерал-канал Николай Ильичук, который похвалил одесситов, одесскую 160-ю зенитную ракетную бригаду. Именно она обеспечила такой результат на сегодняшний день. Ну и летчики, истребители, как я уже сказал, а также и по шахедам неплохо отработала противовоздушная оборона военно-морских сил. Вот по маршруту следования ракет, соответственно, истребители и силы обороны пытаются отрабатывать по максимуму. И уже на подходе к цели, соответственно, к цели имеется, цель была Одесса, как мы понимаем. Были уничтожена основная масса всех ракет. То есть имеем 33 средства воздушного нападения, из них уничтожено 30. Таким образом, ракета «Калибр» не уничтожена. И ракеты «Оникс» — это ракета «П-800», маркируется беревого комплекса «Бастион», которые крайне трудно сбивать. Возможно ли вообще, если она летит низко над водой со сверхзвуковой скоростью. Эти ракеты, ну, есть другие методы противодействия, но средств для сбития их, ну, к сожалению, мы сегодня не имеем. Потому что если ракета бы летела еще на определенно большой высоте, так ее можно сбивать теми же комплексами, такими как «Патриот», скажем так, которые тоже нужно иметь в достаточном количестве. Если она уйдет несколько метров над водой, то эта цель на сверхзвуке крайне сложная для того, чтобы ее даже увидеть, а сбить, то еще труднее, понятно. Но, тем не менее, хорошо отработали по всем этим вражеским ракетам. И я скажу, что, наверное, даже сложно себе представить, что если бы эти ракеты не сбить, какие могли были быть разрушения, сколько людей могло погибнуть на самом деле. Поэтому, мне кажется, что работа проделана очень большая. И спасибо всем ребятам, которые это сделали. Кстати, в воскресенье враг бомбил Херсон, и на город было сброшено две авиабомбы КАП, как сообщается. И, судя по характеристикам, дальность сброса такой бомбы от двух до девяти километров. Скажите, хватает ли этого расстояния вражеским самолетам, чтобы не попасть в зону действия ПВО? Или пилоты страны-агрессоров России готовы рисковать, только бы убить побольше гражданских? Ну, вы говорите о каких типах бомб? Ну, там мы упоминались о том, что бомбы, авиабомбы КАП. Ну, КАПы, это управляемые бомбы, это те, которые они бросают с расстояния большого. Если это ФАБы, то нужно быть непосредственно на целью, ну, на целью условно, так, несколько километров, где нужно входить в зону поражения ПВО. Но противник использует КАПы уже более как полугода, они начали использовать их, и, ну, даже не припомню точно, ну, где-то около полугода. И как вообще происходит, это уже, ну, давайте напомним зрителям, да, самолет Су-34, либо же Су-35 поднимает бомбу, управляемую авиабомбу. Там есть модуль специальный, есть крылья. Это обычная 500-я бомба, 500 килограмм, фугасная авиационная бомба, которая есть, в принципе, и у нас в распоряжении. Вот они поднимают их, их переоборудуют, делают из них вот этот управляемый бомб, модуль управления по GPS-навигации доставляет бомбу к своей цели. Как это все происходит? На практике самолет взлетает, поднимается выше 10 тысяч метров, таким образом разгоняется до сверхзвука, ну, как можно больше должна быть скорость для достижения большей дальности полета. Ну, и спускает бомбу там, где разряженный воздух, там меньшее сопротивление атмосферы идет, и поэтому бомба может планировать уже, она отрывается от самолета, расправляет свои крылья и, планируя, летит к своей цели. То есть это с высоты, там, порядка 20, даже 30, может быть, километров, вы с тротосферой фактически не запускают, да? Не, ну, более 10 километров. 10 километров, да, ну, 10, там, больше, там, до 12, может быть, сколько может подняться истребить. Вот таким образом он сбрасывает бомбу с расстояния около 50 километров от линии боевого столкновения, либо же от государственной границы, если мы говорим о северных регионах Сумская область, далее Черниговская и Харьковская в том числе. Вот таким образом противник выпускает бомбу, она может пролететь около 70 километров, то есть ему нужно не приближаться около 50 километров до линии боевого столкновения, потому что если он приближается ближе, то он может стать целью. Поэтому и запускают эти бомбы, пролетают они после линии боевого столкновения, либо же государственной границы, около еще 20-25 километров. Ну и особенность этих бомб, то что они неточны. То есть они часто очень попадают в объекты инфраструктуры, в жилые дома и так далее, но противник какая-то не останавливает у них уже налажено производство этих боеприпасов, поэтому сколько есть, столько и тратят. Берут количеством, как в принципе и всегда в Советском Союзе было. Ну то есть здесь уже могут помочь, я так понимаю, Ф-16, которые заблаговременно увидят этот самолет и могут на него реагировать, правильно? Видят, видеть-то мы видим, то есть у нас радиолокационный света обнаружения позволяет, да, позволяет их увидеть. Ну, конечно же, самолет тоже должен их видеть своим радаром, то есть захватить цель и самое главное средство поражания. То есть была ракета, которая может достать его, а лучше им 120 Амрам на 180 километров, это сейчас фактически ничто не может сделать, поэтому и нужны нам Ф-16 для того, чтобы отогнать превентивно, то есть отогнать врага подальше от наших территорий. Они не смогут больше приносить этот ущерб, терроризировать этими капами, если будут понимать, что есть либо Патриот стоит рядом, либо Ф-16, который с воздухом может атаковать ударные группы российских самолетов. Вот, кстати, по поводу ночного террора Одессы, ракетного, да, вот только что появилась новость, под завалами найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации. Сообщалось, я напомню, что два человека, которые прятались в убежище под зернохранилищем, они выходили на связь, и вот оба эти, два этих человека погибли, к сожалению. Юрий, хотел вас спросить, с самого начала захвата Крыма, да, вот россиянами, было понятно, что они будут, ну, да нельзя его милитаризировать. Крым для них это как, ну, был, по крайней мере, да, как непотопляемый авианосец, который вот ощетинился во все стороны, в том числе и системами ПВО. И вот оказывается, что щит дырявый, да, и враг попросту не может остановить ракеты западного производства, которые летят даже, как мы видим, в здании штаба Черноморского флота. Помните, как Швондер говорил собачьим сердцем? Это какой-то позор, да, это действительно позор для них, так ведь? Очередные российские мифы рушатся просто вот на наших глазах, ну и камни с неба, как они и просили в Крыму. Ну, учитывая плотность российской ПВО на линии боевого столкновения и вдоль границ украинской, скажем так, и в оккупированном Крыму мы знаем там комплексы самые передовые, которые у России есть, те же «Панцири», те же «С-300», «С-350», «С-400», «Буки» и «Торы». Последних модификаций, которые у них есть, мы знаем, что это все находилось в Крыму, в частности, для прикрытия оккупированного полуострова. Поэтому то, что происходит, ну, это не только, скажем так, дырявые российские ПВО-комплексы, к сожалению, у них рабочие довольно-таки, а это еще и мастерство наших людей, мастерство летчиков, мастерство органов управления, которые грамотно проводят специальные операции, то есть силы обороны, уже видели сообщение, что планируются операции всеми силами обороны для того, чтобы максимально эффективно спланировать и нанести этот удар. Поэтому не только дырявые ПВО, как у вас внизу написано на плашке, а и, кроме того, мастерство и мужество наших людей. Вы знаете, может быть, немножко как бы не по теме, не по оперативной информации, но вот на фоне всего прошла интересная информация, что Россия теряет рынки сбыта своего, фактически, как мы видим, уже устаревшего оружия. И вот крайний обстрел военных объектов во временно оккупированном Крыму еще один хороший сигнал, наверное, для всех, кто доверял российским системам ПВО. Таких стран ведь достаточно. Я напомню, что РФ на втором месте после США на рынке, на продаже вооружения на рынке. А наибольший покупатель российского оружия была Индия, да и Турция, мы помним, покупала у РФ С-400. Вот в свете последних событий, уничтожение тех же комплексов С-400, Триумф, ударов по штабу Чиев, можно ли сказать, что эти системы однозначно проигрывают западным? Ну и те, кто до сих пор покупает или собирается покупать российское ПВО, как минимум недальновидно. Да, ну, еще раз повторюсь, нельзя сказать, что слабые российские системы. Мы не говорим слабые, мы говорим, что они проигрывают. Да, у нас такие же, как и у них, только более старого образца. То есть Бук М1 С-300, правильно? Но Запад пошел дальше, Запад пошел в технологии. И мы видим и Storm Shadow, и Scalp, как прекрасно отрабатывают по комплексах, как прекрасно отрабатывают по российских комплексах, как отрабатывают Нептуны и другие средства поражения. Поэтому, конечно же, репутация России не просто пошатнулась, как на рынке вооружений, а просто дискредитирована. Поэтому страны, которые действительно под предлогами любыми заключались в России, долговра долгосрочные, ну, наверное, уже задумались не единожды. Потому что мы видим, как российские самолеты сбиваются, вертолеты сбиваются. Теперь уже и С-400 взрываются. Поэтому, я думаю, все уже сделали определенные выводы, что все-таки есть преимущества западного вооружения. А берем системы Хаймерс. Это еще у нас нет Атакамс. Это у нас еще нет Тауэрс. Поэтому нужно понимать, что всего-то вооружения нам нужно побольше, чтобы еще больше доказать и показать России, где ее место. Как сказал командующий наших поветряных сил, генерал Анатолий Коловичев, перед тем, как был сбит первый кинжал, тут привезли Патриот. Первый Патриот, и он встретил людей, пожал руки, сказал, ну что, будем пробовать. Он сказал, да, будем пробовать, товарищ командующий, экипаж боевой обслуги. И через буквально недельку, или может чуть больше, сбили первый кинжал. Попробовали, показали преимущества. То есть комплекс 70-х годов сбил, не имеющий налогов кинжал. Налогов нет, да. Налогов нет. И так вот сбили еще, потом шесть, потом еще шесть, потом еще. И вот мы видим, что российское оружие лучшее только в мультиках Путина. Поэтому чем больше будет у нас западных технологий, западных вооружений, а я говорю еще о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, за которыми будет будущее, потому что не обязательно будет даже сбивать цель, которая имеет радиоэлектронное наведение, можно будет просто ее вывести из строя. Поэтому ждем, надеемся на то, что все-таки Запад, мы напрямую зависим от поставок. Конечно, мы что-то свое разрабатываем, но, к сожалению, времени мало. Нужно делать все быстро, и мы надеемся на поддержку наших партнеров. Юрий, в национальном телемарафоне вы намекнули, что ракеты российского агрессора, в том числе вот этот сверхзвуковой «Оникс», который сложно перехватить, не просто так время от времени не долетает до цели, в том числе и в Одесской области. Вот ваши цитаты, вы сказали, я так скажу, возможно, что-то повлияло на ее полет, и она попала в рекреационную зону. Могли бы вы для наших зрителей прокомментировать эти слова? Тем более, что вот тот же «Оникс» еще в СССР разрабатывали для применения, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия. То есть это достаточно крепкий орешек? Крепкий, ну, не единожды его применяет враг. Дальность, как я уже сказал, 600 километров, при условии, что будет лететь высоко. Но всю дистанцию высоко лететь не будет, потому что враг уже опускает ниже перед заходом на цель, чтобы он был менее заметен и чтобы его не сбили, грубо говоря. Таким образом, силы обороны делают определенные шаги для того, чтобы противодействовать разными методами, которые у нас есть в запасе. Поэтому не будем детализировать, но многие «Ониксы» не долетали до своих целей. И это вследствие вот этому противодействию, которому идет речь. Да, давайте не будем детализировать. Действительно, пусть они и дальше не долетают, а потом уже после войны, после победы мы уже, наверное, узнаем, что это было на самом деле. Кстати, Россия приостановила разработку новой ракеты «Змеевик», которая ранее была заявлена как гиперзвуковая просто ракета-убийца авианосцев. И по данным РосМИ, о разработке баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Змеевик», в РФ заявляли еще в июле 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но сейчас, как мы видим, эти работы на паузе. И вот, как пишут в издании «Дефенс-экспресс», у РФ не хватает для этого ни ресурсов, ни технологий для того, чтобы запустить эти работы. И теперь они сконцентрировались на модернизации уже существующих ракет, предупреждают в издании. О каких наименованиях ракет можно говорить и чем это опасно? Тут же «Оникс», есть «Ониксы», «Оникс-М», например, да? Есть «Ониксы», есть ракеты «Х-32», которые модернизированная версия ракеты «Х-22». Но тут речь, может, идет не о том, чтобы придумывать что-то новое. Тут нужно им думать, и, наверное, они думают о том, чтобы нарастить производство того, что уже есть. Конечно, количество ракет имеет значение, потому что Украина сегодня получила возможность применять крылатые ракеты, ну и, возможно, скоро баллистические, если будет принято решение. Но уже есть сигналы Соединенных Штатов про Атаканс, поэтому у нас есть такое же оружие, как у них, еще лучше. Поэтому вопрос тоже в количестве. И поэтому они будут наращивать производство, конечно же, БПЛА ударного типа, это не только шахеды, но и собственного производства. Ну и ракеты, которые уже есть, которые уже испробованы так, которые они применяют постоянно. Это Х-101 калибр. Поэтому, возможно, и приостанавливают новые проекты ввиду того, что на это нужны и ресурсы финансовые, и также материалы, то есть комплектующие, которые, возможно, я очень надеюсь, становятся труднее им добавлять. Это уже западные микросхемы, мы об этом говорим, да, чипы? Да. Кстати, вот по поводу Атакамсов. Вчера в эфире национального телемарафона вы сказали, что ракеты Атакамс будут, все больше появляется новостей, что это произойдет. Официального подтверждения мы ждем все, конечно. Вот и издание Financial Times сообщило, что президента США Джо Байдена уже решили предоставить Украине Атакамс, но не стали объявлять об этом публично. Как вы считаете, сколько может пройти времени от получения этих ракет до применения по назначению? Ну, трудно сказать, я хочу сказать, что от получения или от объявления, вы же понимаете, что все, что озвучивается о предоставлении, уже может быть предоставлено, а может быть и попозже подойдет. Тут понятно, что коммуникации ведутся, строго соблюдаются, потому что враг тоже слушает, делает выводы и собирает разведанные, и как оно должно все происходить. Я думаю, что наши подразделения, которые используют сегодня системы МЛС-270, или Хаймерс, которые и запускают, собственно, Атакамс, они уже готовы для боевых действий. Поэтому те же Хаймерс, они же летят практически тоже в цель из этих установок, и используются средства наведения именно в этих установках. То есть другой контейнер просто фактически устанавливается, да, там с целеуказанием? Да. Я думаю, что да, особо много не нужно. Ну, понятно, что реактивный снаряд – это одно, баллистическая ракета – это другое. Но я думаю, что принцип тот же – наведение на цель и, собственно говоря, пуск, и быстренько свернуться и уехать. О ракетах «Таурус» хотел спросить у вас. Вот мы все их очень ждем, и вот многие эксперты, да, выражают уверенность, что после передачи Атакамса «Таурус» у нас все-таки появится. Но вот у меня такой вопрос. По сути, вот «Таурусами» мы просто расширим ассортимент уже вот переданных нам на вооружение ракет из Великобритании и Франции, и речь идет о том, что нужных ракет нам станет просто вот, ну, их станет просто значительно больше, или же с помощью «Таурус» можно будет решать какие-то специфические задачи, недоступные тем же, ну, «Сторм Шэдоу» или «Скалпом», например? Ну, такие же они, крылатые ракеты. То есть их просто станет больше? Да, там увеличена дальность. А, дальность? То есть дальность. Дальность больше – это, ну, дальность тут имеет значение. В данном варианте мы сможем доставать гораздо дальше. Цели, а целей много. Есть российские корабли в том числе. Почему бы уже не продолжить практику уничтожения кораблей крылатыми ракетами? Ну, это же впервые были уничтожены. Ну, правда, в сухом доке, но все равно. Поэтому все, что я когда-то уже говорил, может быть, и с вами, что крылатых ракет много не бывает. Да, согласен с вами. Ну, вот в связи с этим буквально короткий еще вопрос, заканчивается наше время в эфире. Издание «Бильд» пишет, что вооруженным силам Украины понадобится около трех месяцев, чтобы освоить процесс запуска ракет «Таурус». Вот поэтому даже, как считают, если ракеты поставят Украине в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения украинских военных. Вот что бы вы могли ответить уважаемую изданию «Бильд» по поводу срока освоения этих ракет нашими мотивированными ребятами? Ну, я думаю, если освоили очень быстро «Стромшедл» и «Скальп», то какие три месяца? Ну, честно говоря, очень удивительное заявление. Нет у нас этих трех месяцев раскачиваться, правда? Что происходит, какие функции выполняет бомбардировщик Су-24М? Ну, его задача доставить ракету в нужный район и с нужной высоты в нужное время нажать на кнопку. А все, что уже в ракете, начинка ее, так скажем, грубо, она уже запрограммирована на свою цель и будет лететь непосредственно в нее. Поэтому ракета программируется на Земле, как и все остальные, как и «Харм», как и «Бомба», «Джейдам», «Джебу-62». Все работает по одному принципу. Наши самолеты, к сожалению, непригодны к тому, чтобы советские самолеты, чтобы управлять непосредственно с борта средством поражения. Ну, поэтому они исполняют роль доставки средства поражения в нужный район, в нужное место. Как Таурус будет работать на тех же принципах, как и другие? Ну, поэтому я уверен, что это, по моему мнению, да, это может занять недели, но никак не месяцы. Спасибо вам большое. Спасибо за оперативный комментарий. Спасибо за этот интересный разговор. Юрий Игнац, спикер командования Воздушных сил Украины, был на телеканале «Фридом». Всегда вам рады. Спасибо. Спасибо.